Я бы хотел в своем выступлении обратить ваше внимание на следующее. Год 20-й будет определять три важнейших события. Это Ленинский юбилей, юбилей Великой Отечественной войны и выборные кампании, которые будут носить особо принципиальный характер. К нам на Ленинский юбилей приедет 150 делегаций со всего света. Мы очень тщательно готовимся к этой дате и этому мероприятию. И для этого предпринимаем самые исчерпывающие основательные меры. Надо иметь в виду, что нападки на великое творческое и политическое наследие Ленина будут усиливаться, ибо системный кризис капитализма углубляется. А тот вариант, который предложила нынешняя российская буржуазия, он носит вообще отрицательный, абсолютно аморальный характер. Выбран вариант бандитского капитализма, который не щадит ни производства, ни природу, ни своих соотечественников и сограждан. Более того, пытались искажать всю советскую эпоху, но готовясь к великой победе, победе, к великой дате победы, нашей победы, многие вынуждены возвращаться к реальной исторической правде. Абсолютно убежден, что это сделают и в связи с творческим наследием Владимира Ильича Ленина. Ленин был выдающийся государственный деятель, рюльционер, ученый, великий тактик и великий государственник. Он из распавшейся империи на основе своих предложений и мирно-демократично собрал порушенную страну на съезде в новой форме, в форме Союза Советских Социалистических Республик. За четыре года было проведено, по сути дела, четыре варианта политики, от военного коммунизма до НЭПа и плана Гой-Ро, который и сегодня изучается как образец поднятия страны и проведения подлинной модернизации. Слово сказать, в этом году, в декабре, исполнится и сто лет плана Гой-Ро. Нам исключительно важно, исследуя огромное творческое наследие, вместе с тем сопоставить его с практикой нынешней власти и показать, в чем смысл преобразований, которые она проводила после того, как идеи Ленина, идеи советской власти, идеи советской страны были преданы в 1991 году. У нас есть сейчас возможность исследовать 16-е послание президента, который, по сути дела, признал провал политики, которые проводило его правительство и, по сути дела, через час после послания отправил его в отставку. Я, выступая в Государственной Думе и давая оценку происшедшему, особо подчеркну, президент не раз обращался к такому термину, как рывок. Давайте совершим рывок в области новых технологий, рывок в ускорении темпов развития, выйдем на мировые темпы, освоим новые технологии, остановим вымирание и нарастание бедности. Мы подробно в своем статье, она у вас есть, в материалах «Правда советской России» на нашей сайте, описали, в чем суть этого рывка. Материал называется «Банкротство правительственного курса и политика обновленного социализма». Я бы хотел, чтобы все наши кадры и организации внимательно изучили этот материал. Хотел бы особо подчеркнуть следующее. Пока совершено семь рывков, но не в сторону прогресса, а в сторону разрушения нашей державы и банкротства того курса, который власть проводит все эти годы. Прежде всего, рывок с точки зрения социального раскола общества. За прошлый год, в течение года увеличилось в полтора раза количество олигархов и усилился грабеж граждан и наших природных ресурсов. У нас было 74 олигарха, сейчас стало 110. Один процент самых богатых захватили 60 процентов богатств России. К примеру, в Америке 35, а если посмотреть на Италию и Францию – 20. То есть в данном случае мы приближаемся по этому показателю к самым несправедливым народам экваториальной Африки. Второй рывок в области вымирания нашей державы. За два года последние потеряли 220 и плюс 300 тысяч. В прошлом году полмиллиона исчезло с тела нашей страны и наша страна единственная в мире, которая вымирает такими темпами. Более того, выступая, я сказал, для нас принципиальным является русский вопрос. Он сегодня выходит на первый план. Ибо русские из 27 миллионов в годы войны погибло почти 20. Те границы, которые Ельцин своей шайкой протащил по телу страны после государственного переворота в 1991 году, отрезали еще 25 миллионов русских. И в 1990 году русских было в стране 120 миллионов, сейчас на 20 миллионов вместе. Потери 65 миллионов. Меня просто поразило, когда я смотрел сценарий развития событий в 21 веке, который готовил Центральное разведывательное управление США. На первое место вынесли опасность распада огромных территорий, которые под контролем нам, где ударными темпами исчезает русский народ. Они прекрасно понимают, что русский народ имеет государствообразующую основу. Третьим рывком является обнищание. Обнищание достигло катастрофических размеров. Официальная статистика 50% граждан имеют средства только на дешевую еду и такую же одежду. 40% граждан имеют доход ниже 20 тысяч. Самым униженным положением являются дети войны. В деревне пенсия 7-9 тысяч, в городе 12-14. Полная нищета. Но самое поразительное – это еще рывок, загоняя страну в долговую кабалу, в яму. Страна задолжала уже граждане 17 триллионов рублей сопоставимо с бюджетом, но в прошлом году сделали самый большой рывок. Каждая семья в среднем была должна 250 тысяч, этот долг увеличился на 50 тысяч. Пятый мощный рывок – это иностранная оккупация от 70 до 95%. Этот капитал владеет ключевыми отраслями. А такая отрасль, как энергетическое межстроение в большой холодной стране – 95%. Торговые сети – 90%. Говорят все больше о суверенитете, а экономического суверенитета практически уже нет. Еще один рывок сделан в распродаже нашей собственности. Если посмотрите тот план, который готовила команда «Медведево» о распродаже собственности, полезли в порты, железные дороги, стратегические ресурсы. Ну и седьмой – это провал национальных проектов. Я представил официально ключевые национальные проекты на заседании Думы и сказал, что проект модернизации, казалось бы, главный и ключевой, выполнен на 65%. Производительность труда, о котором все толкуют – 59%. Экология. Вы видите, что происходит с природой – 34%. Долго и много говорили о цифровой экономике – 24%. Это вообще, говоря, перечеркивает практически все основные характеристики послания президента. На мой взгляд, я этот материал отправил всем членам Совета безопасности, всем губернаторам, всем руководителям законодательства собраний с просьбой рассмотреть. Многим отправил до Нового года, другим – первые дни Нового года. На мой взгляд, это в решающей степени и привело к отставке правительства. Но еще хотел бы обратить ваше внимание на следующие показатели. Приходит Кудрин, докладывает Путину, оказывается, расходная часть бюджета в прошлом году не выпала на триллион рублей. Мы просили в 100 миллиардов детям войны, когда вместе с Кашиным подавали этот документ три года назад, детей войны было 14 миллионов, осталось сейчас 11. Им надо всего 100 миллиардов, чтобы поправить ситуацию, и у них были средства на лекарства и еду. И тем не менее, детям не дали, и детям войны не дали, а один триллион расходной части оказался просто неиспользован. Зажали, крутят где-то и наживают новые капиталы. Если посмотреть инфляцию, говорят 3-4%, но мы перечислили, как росли цены на все основные продовольственные товары, росли на 15, 20 и даже 30%. Новогодний стол из того же набора продуктов за год подорожал на 16%. Инфляция, прежде всего, определяется набором продуктов и товарами первой необходимости. Доля убыточных предприятий приблизилась к 30%. Вот, собственно говоря, внутренняя ситуация, которая подвигает нас к варианту новой политики, того левого поворота, который мы все с вами подробно обсуждали, предлагая свой вариант решения. Но хотел бы обратить внимание и на внешнюю ситуацию. Много говорят о сплоченности общества, когда раскол невиданный. Говорят о темпах, хотя наши темпы в 4 раза ниже мировых. Говорят о партнерах, хотя эти партнеры назвали коммунистов Китая, которые подняли Китай к вершинам космоса. Нашу страну, которая единственная по своему военному потенциалу, может реально противостоять американцев. Иран назвали три главных врага Китая, Российскую Федерацию, Иран. Там вроде ходят те, кто с кем хотят порускаться, обняться и поговорить. А он приезжает на юбилейную сессию НАТО, требует удвоения военного бюджета и добивается. Через 4 года бюджет будет 1 триллион 300 миллиардов. Больше в 4 раза, чем весь наш, почти в 4 раза, весь бюджет Российской Федерации. Наставят на проведение крупных учений. Такие этим летом, этим весной будут после того, как американцы перебросят 20 тысяч войск в Бельгию. И прямой наводкой двинутся на восток. Сенат принимает решение. Мы главные спонсоры терроризма. И обещает вести адские санкции, парализовав нашу финансовую систему, которая весьма уязвима. ООН идет по этому же пути, принимает резолюцию о демилитаризации Крыма и Азовско-Черноморского региона. И даже спортивные организации пытаются запретить нам участвовать в ближайшие 4 года на крупных международных соревнованиях. Вот так ведут себя так называемые партнеры. Путин предлагает закнуть их в поганые рты. Наверное, правильно, и с точки зрения аргументации, связанной, допустим, с начала войны, появилось много полезного и интересного. Но Ленин, Сталин, победа абсолютно неразделимы. Без восстановления в советской форме великой державы, без сталинской индустриализации и культурной революции, без построения за 10 лет 9 тысяч лучших заводов, без создания уникальной военной техники, которая оказалась сильнее и мощнее всех средств, а Гитлер подмял под себя все заводы, все порты, и всю науку континентальной Европы ни о какой победе речь не могла идти. Поэтому надо восстанавливать правду и о ленинском интеллектуальном и государственном подвиге, и о сталинской воле, и прорыве наших тружеников не только в великой победе, но и в космос, стратегическому паритету. Тогда это будет объективно, справедливо и очень аргументированно. Наша программа готова к 10 шагов в достойной жизни. Мы под нее подготовили 12 законов. Наши приоритеты совершенно очевидны. И смена курса, и формирование качественного правительства, и конституционные поправки, и социальное государство, и сбережение народа, и устойчивый рост села, и высокие технологии, и армия, семья, и вера – это три фундамента, на которых держится любая государственность. Но я в этой связи хотел бы обратить особое внимание. Я недавно очень внимательно посмотрел все сайты, много вышло разных материалов. Но еще раз хотел бы обратиться к нашим союзникам, друзьям, те, кто готов вместе с нами решать насущные проблемы, чтобы не было однобокости в некоторых суждениях. Есть люди, которые требуют в один день все и сразу. Они никогда ничего не добивались и не добьются. Есть те, кто считают, что можно сидеть в кустах и решить проблемы. Бессмысленно. Есть те, кто полагают, что зря ходите в исполнительную законодательную власть, но тогда у вас не будет реальных кадров управления. Мы придерживаемся другого курса. Можно нас за это хвалить, критиковать, но я хотел, чтобы с этим наши друзья и соратники, и союзники считали их. Хочу напомнить наши предложения, которые еще недавно к нам казались абсолютно невыполнимы и бессмысленны, потому что без анализа их невозможно двигаться к достойной дате ни нашей победы, ни Ленинской библии. Во всех документах последнего времени мы требовали отставки правительства. Мы единственные, кто обстоятельно аргументированно анализировал деятельность каждого министра и ведомства. Мы заставили их ввести день отчета правительства. Его не было. И по ходу отчета правительства готовили и список тех, кто требовал отставки, и наши предложения, и наставили. Это правительство отправлено в отставку. Это не прихоть кого-то одного. Это аргументация, которую народно-патриотические силы вынуждали и президента отправить в свое правительство, которое он двумя неделями раньше хвалил и говорил, что оно работает вроде бы хорошо. Это общая наша заслуга. Ее надо показывать таковой. В материалах, которые вам разданы, есть полная аргументация по каждой отрасли и каждому направлению деятельности этого правительства. Для каждого из нас безопасность превыше всего. И в этой связи хочу еще раз напомнить. Ведь Сердюкова освободили после того, как мы на коллегии Министерства обороны прямо заявили, что уничтожается армия и весь состав учебных заведений. Почти половину было разрушено, включая академию, где учился легендарный Гагарин. Но его отставили после того, как мы собрали материалы и показали, что в одной из главных статей было украдено почти треть ресурсов. После того, как мы в Ульяновске сбили базу подскока, на которую дали согласие. После того, когда была уничтожена ракетная дивизия знаменитых ракет «Сатана» на просторах Алтая и принялись за дивизию, которая была под Челябинск. После того, как мы вынуждены были их поставить снова на поток МИГ-31, которые 10 лет не стояли, после того, как мы их подготовили, вот здесь в Советской присутствует, свою программу по модернизации авиации и ее развития. И это предложение было полностью принято. Это тоже реальная работа наших депутатов, наших экспертов, наших талантливых специалистов. Здесь сидит и Романов, вот сейчас награждали нашего товарища, которые каждый раз готовили соответствующие материалы и тем самым пробивают дорогу нашей линии. И сама замена Сердюкова на Шойгу – это общая наша с вами заслуга. И в результате армия стала серьезней, а военно-промышленный комплекс сегодня сохранил почти все основные разработки. Это касается и Сирии, которая могла стать плацдармом для террористов, но мы с вами все сделали для того, чтобы была принята другая точка зрения. По детям. По детям войны, если в раз после того, как мы пять раз носили, не приняла решение, но мы сумели с помощью акций протеста своих депутатов, 11 тысяч депутатов, убедить в 28 регионах приняты соответствующие законы на местах, и мы продолжаем эту настойчивую работу. Наконец, приняла Москва после того, как успешно выступили наши товарищи в Москве. Недавняя встреча с губернатором Ленинграда показала, что они примут в ближайшее время подобные решения. Поэтому мы будем наращивать свое давление. Это касается и детей Донбасса, от которых отвернулись. Но мы с вами предложили программу и приняли уже 5 тысяч детей Донбасса. Это касается ребят, которых мы обеспечили, поддерживали. На 70-80% тех, кто защищает наш мир от бандеровцев, нацистов, ЦРУшников в окопах, обеспечивает продовольствием, которое мы отправляем по линии конвоя, организует их Кашин с Грудининым. И сейчас подготовлена большая программа на сей счет. Это касается и горячего питания, которое Путин предложил. Мы трижды вносили это предложение и по стакану молока и питания в Думе. Теперь это решение принято, но ограничиваться начальной школой мы не можем. Это касается и детей, которые в целом учатся в Штоке. А что касается Артека, который находился в бедственном состоянии, после того, как взяли под федеральное крыло, и мы взяли шефство над этой стройкой, мы там построили 70 объектов. Это лучший объект сегодня для детей на планете. В прошлом году отдохнуло 40 с лишним тысяч детей со всей страны и всего мира. Это касается и гражданства. Тем гражданам, которые сегодня получают, нам надо сделать следующий шаг в этом направлении. Для нас сегодня один из самых принципиальных вопросов – это забота о русском народе. Мы считаем, что пособие новорожденным, которое сегодня подтверждено в послании, но пособие после трех лет исключительно важно. Институт русского мира, есть предложение от русского лада создать, и день русского языка, который вынуждены были принять решение, и мы проводим как один из крупнейших праздников. Это тоже шаг в выполнению тех заведов, которые высказывал Ленин и Сталин, Сталин в своем знаменитом тосте о русском народе. По планированию мы провели закон о стратегическом планировании, сопротивлялись долго против этого принятия, но тем не менее правительство предыдущее ничего не сделало, чтобы ввести такое планирование, хотя мы настояли на планировании бюджетки на три года, и продолжать будем эту линию. Сейчас у нас есть полная возможность сделать шаг и в этом направлении. Что касается экономической политики, мы обобщили опыт Примакова-Маслюкова, опыт министров Советского Союза, и тот материал, который Паничев подготовил вместе с министрами, вручили всем руководителям страны уникальный опыт создания базовых отраслей производства. Это касается и пятилетки Левченко. Его сняли за то, что он за четыре года удвоил бюджет с 97 миллиардов до 212, и показал пример эффективной работы. У него темпы роста производства в два раза выше мировых. Не нужен им опыт ни Грудинина, ни Левченко, ни Мост Локтя, не уникальный опыт Алферова, и тем не менее мы будем реализовывать эту политику, она носит принципиальный характер. Рабочие кадры Клычкова и народные предприятия мы все-таки добились. Будет семинар и у Грудинина, и у Казанкова, и у Сумарокова, обобщающий опыт нашей страны работы коллективных и народных предприятий. Что касается Конституции, я бы хотел, чтобы наши товарищи прекрасно понимали, никто, мы понимаем, что речь идет о буржуазной Конституции, о Конституции президентского самовластия, которой принято под расстрел парламент. В этой Конституции полномочий у президента России больше, чем у царя, фараона и американского президента. Но вопрос в другом. Надо же балансировать баланс власти. Надо все делать, чтобы усиливать позиции тех, кто выражает интересы народа. Поэтому мы сейчас активно работаем, в том числе и над поправками. Вносите свои поправки, вносите карты. Есть представители наши, которые будут излагать их комиссии. Мы будем бороться за них непосредственно, за свои предложения в этом Государственной Думе. Для нас принципиальный вопрос национализация ключевых и базовых отраслей, которые определяют себестоимость товара. Доступность и бесплатное образование здравоохранения. Вот 8-часовой рабочий день, это давно перечеркнуто. Налоги, которые должны быть по прогрессивной шкале, госмонополий на спиртоводочные и целый ряд других. Но без борьбы за эти качественные изменения, в том числе и конституционные документы, не может ничего решаться эффективно и достойно. Поэтому я приглашаю всех к активной работе над этими документами и изменение баланса пользу граждан, пользу честных выборов, пользу полноценного диалога. Чем мощнее организованнее будут наши народно-патриотические силы, тем скорее мы решим многие из этих проблем. В этой связи нами принят график мероприятий, которые охватывают почти три десятка ключевых событий и мероприятий. Мы уже на этой неделе проведем большой семинар вместе с своими союзниками и друзьями, где подведем итоги прошлого года и определим ключевые задачи. Приглашаем принять участие. Это будет профессиональный разбор полетов и очень необходимый разговор об подготовке к предстоящим выборным кампаниям. Я не говорился, когда сказал, что возможны и досрочные выборы. Я не исключаю совершенно этот вариант. Давайте вместе осмыслим. Но любой вариант требует мобилизации максимальных сил, сплоченности государственно-патриотических наших институтов и организаций и дружной совместной работы. Мы всем дали слово, что не будем критиковать наших оппонентов. Мы будем с ними сотрудничать и работать. Но это требует обязательно взаимности. Требует взаимности. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый, кто участвует в подготовке к юбилеям, знал наши позиции, чтобы участвовал в этом. Мы подготовили 10 крупных мероприятий в связи с Днем Победы и будем участвовать в этом. Мы начали операцию Лес Памяти, Лес Победы, Лес Достойного, Сад Победы, Сад Достойного, достойный наших потомков, высадить 27 миллионов саженцев в честь этой уникальной даты. И уже заложили Большой Сад у Грудинина, где посадили две с лишним тысячи деревьев. Я приглашаю в этом участвовать всех. Все делегации, которые к нам прибудут на празднование, будут в этом участвовать. Мы договорились подготовить уникальный семинар по развитию агропромышленного комплекса. Я попросил сдать ваше предложение Кашину, который возглавляет у нас штаб, и активно сотрудничает со всеми подразделениями, со всеми народными предприятиями, которые примут участие в этой уникальной работе. Мы проведем свой пленум Ленинское творческое наследие и борьба о трудящихся за социализм в 21 веке. Проведем научно-практические конференции и массовые другие мероприятия. В целом таких у нас акций почти три десятка. Сейчас мое выступление с точки зрения участия в этих организациях и подготовки материалов продолжит Новикова Дмитрия Георгиевича. Но завершая свое выступление, хочу еще раз обратиться ко всем. Эти две выдающиеся даты требуют полной мобилизации наших сил, творческих, организационных. Требуют, чтобы мы максимально впитали все лучшее, что было в нашей победной истории, в творческом наследии Ленина и Сталина в государственном строительстве Великой Советской Державы. Этот опыт крайне будет востребован нами уже в ближайшие месяцы и годы. Мы готовы в план мероприятий включить любые ваши предложения, которые соответствуют интересам граждан. И еще раз призываю к дружной и совместной работе.